Спортивный зал 2-й школы муниципе Камрад собрал сильнейших спортсменов по тайквондо из Гагаотии, Молдовы, а также Украины. На даяме схватки были упорные и захватывающие. Соревнования проходили в спортивном зале на двух даянах. Поддерживали и направляли своих воспитанников и их наставники, которые отметили, что данное соревнование дает возможность не только отточить мастерство, но и наладить дружеские связи. Мероприятие действительно хорошее, праздник для детей, супер праздник вообще. И по организации, и по приему, как всегда радушный, душевный прием от организаторов. Мы привезли команду из 10 человек, мы работаем, ну пока скажем так, в рамках работы, мы еще боремся за медали. Мы сюда приезжаем поддержать, и для нас это важно. Уровень соревнований очень хороший, я очень рад, что нас пригласили на эти соревнования, потому что после пандемии очень тяжело восстановиться, и нам не хватало их. И очень рады, что украинцы, есть украинская команда, с которой есть с кем посоревноваться. Вообще очень классная организация, очень вкусные обеды, и мы рады быть здесь находиться. На Даянах бои были упорными. Порой накал тростей был высоким, никто не хотел уступать. Победа доставалась сильнейшим. По словам ребят, турнир прошел на высоком уровне, и соперники были достойными. На самом-то деле очень хороший, очень обширный зал. Здесь нынешние ситуации, люди соблюдают санитарную безопасность. Очень хорошо подготовились. Наша команда достаточно хорошо боится. У нас хорошие результаты. Второе место, третье место. Еще остается несколько спортсменов, чтобы держаться. Я еще не боролась, но наша команда сильная, я думаю, что она справится. Очень хорошо, они очень сильные, все хорошо спорнигуются. Организатором соревнований выступила премария города, федерация Тэквондо Гагауси и муниципальная спортивная школа. Тренер Пу Тэквондо Вячеслав Драгой отметил, что после долгого перерыва турнир дал возможность спортсменам оценить свои силы сильными и подготовленными соперниками. Наш турнир проходит на хорошем, высоком уровне. Вы видите, что подготовка у спортсменов хорошая, техника, тактика. Поэтому я считаю, что спортсмены, которые участвуют в этом турнире, они соответствуют тому уровню, который необходим. Главный судья соревнований отмечил, что кубок проводится для того, чтобы на юге страны также популяризировать данный вид спорта и чтобы у ребят был стимул заниматься Тэквондо. Отлично, это очень здорово, что проводятся такие соревнования в этом городе. Это для того, чтобы развивать Тэквондо в данной части страны и продвигать здоровый образ жизни и продвигать эту пробу спорта. Примар Муниципе Камрат отметил высокий уровень организации турнира, а также, что спортсмены задали высокую планку соревнования. Приехали из-за рубежа, у нас из Украины. У нас Ровно, Киев, Николаев, Черкас. Здесь очень много городов, которые не первый раз к нам приезжают. Мы тоже ездим, всегда отправляем наших детей. Ну и тренера, федерация. Организация великолепна. Я очень хочу поблагодарить наших тренеров, президента федерации Тэквондо и муниципальную спортивную школу, руководство. Конечно же, муниципальный совет, который всегда выделяет средства для того, чтобы наша спортивная школа развивалась и детей становилось все больше и больше. Всем победителям вручили дипломы, медали, а их наставникам – памятные призы и кубки. А самые отличившиеся также получили кубки. Зинаида Канцерт, Владислав Табачук, Алексей Герчу, ГРТ Новости.